Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня начинаю новый влог, и сегодняшний влог у меня будет такой домашний, можно так сказать, не связан с садом и огородом, потому что сегодня мне нужно позаниматься домашними делами, нужно, как обычно, приготовить обед, ужин, прибраться, постирать, погладить, ну, в общем, все наши женские какие-то домашние дела, всё как у всех, да. У нас, кстати, и с погодой в Питере, у нас сегодня достаточно жарко, 24 градуса. Я понимаю, что для Краснодарского края, для Кубани 24 градуса, это как бы холодно. Нет, для Питера это достаточно жарко. У нас вообще, на самом деле, когда 30 градусов, это ощущения такие, как у вас перед грозой. Я сейчас говорю про Краснодарский край и вообще юг страны, поэтому у нас достаточно душно всегда. Сегодня, ну, вообще, кстати, вот в Питере я вот люблю именно вот такое рельето, как сейчас, знаете, когда и дождичек, и прохладно, и тепло, и холодно, знаете, вот такая, когда меняющаяся погода, мне это на самом деле очень нравится. Я себя отлично чувствую, потому что когда жара, я как вареная сосиска какая-то. Вот. Поэтому, в общем, сегодня будем заниматься домашними делами. Дом у нас достаточно прохладненько. Отлично. Но прежде давайте немножечко отвлечемся от домашних дел и вернемся к красоте, как всегда. Так, я вам хочу показать. Я заказала себе два парфюма новых. Ну, как новых? Я бы сказала, что это у меня повторы, потому что я уже заказывала их и заказала вновь, потому что, ну, мне безумно нравятся. Это такая посылочка ко мне пришла Почта России. Я заказывала Почту России. Вот такая вот маленькая коробочка пришла. Не знаю, у меня все хорошо дошло. Все ничего. Способы доставки на сайте совершенно разные. Я говорю о парфюмерии De Paris. Вот такая вот. Видите, я уже, я уже просто... Вот этот аромат, это у меня аромат, сразу скажу, Дизиана Теренси Кассиопея. Но это не то же самое, что Кассиопея. Это очень схожий аромат. Вообще на сайте вы можете посмотреть. Я вам ссылочку, конечно же, на сайт оставлю. Там указаны флакончики, на которые вы можете ориентироваться, как будет звучать аромат. Но звучание ароматов, я бы сказала, это отдельная парфюмерия. Вот, то есть это... Ну вот если взять Кассиопею. Оригинальная Кассиопея достаточно капризная. Знаете, она такая... Как вам сказать? Вот слишком жарко, она будет нестойкой. Слишком холодно, она будет вот какой-то непонятно какой. Вот этот аромат, он вот сливочно такой, сливочно-фруктовый, что ли. Такой классный аромат, надо пробовать, девочки. Сливочно такой фруктовый, немножечко зеленые нотки, немножечко свежести какой-то, непритерный, не сильно зеленый. Знаете, вот он такой вот, вот как нужно. Вот в нем вот просто все как нужно. И конкретно вот от Де Парис этот аромат держится целый день. Реально. Он сидит так достаточно близко к коже, но его реально ощущается целый день. Он очень приятный. То есть это вот прям вот парфюмерия не в спирт, не во что-то вот такое, знаете, бывает в вырез уходит или в какую-то зеленую. Нет, вот он вот стартует так вот приятно сливочно-фруктовым, потом немножечко какая-то зеленая ноточка добавляется. Он такой свеженький. Даже сейчас в жаркую погоду я его наношу, потому что аромат просто классный. Кстати, вот эти ароматы Де Парис сертифицированная парфюмерия. Она представлена вот в таких флакончиках, потому что в данном случае важно содержимое. А содержимое очень классное. Я заказала 50 миллилитров вот этого аромата, потому что он мне очень нравится. Это стеклянный флакончик. И очень удобно, кстати, особенности брать с собой. У них еще представлены вот такие вот пластиковые флакончики. Здесь у меня 30 миллилитров. И здесь я взяла аромат Азарка Парфюм Пинк Молекула. Тоже мне очень нравится и фиолетовая молекула, и розовая молекула. Они чем-то вот очень схожи между собой. Но вот у Де Парис они держатся целый день. Очень классно. Мне очень нравится. Мне напоминают они... Вот особенно фиолетовая молекула напоминает черную смородину. А здесь больше, наверное, такое что-то ягодно-сочное такое, знаете. Тоже очень прикольное, кстати, ароматное лето, потому что такое ягодно-фруктовое. При этом не приторно-сладкое. Очень хорошо держится. Реально, девочки, целый день. Вот такую малюсечку очень хорошо брать с собой в сумочку. Флакончики не проливаются. То есть они очень достаточно плотные. Взяли с собой в сумочку, побрызгались и вообще супер. Есть еще на сайте представлены и флаконы 100 миллилитров. Но, кстати, по поводу стеклянного флакона. Если вы приобретаете аромат в стеклянном флаконе, потому что там представлено в пластиковых флакончиках, то когда вы будете делать заказ, а заказ делается достаточно просто, вы бросаете все в корзину, все, что вам понравилось, оставляете свой номер телефона, ждете, когда вам перезвонит менеджер, и вы ему говорите, я хочу в стеклянном флаконе. Или чтобы у вас остались все в пластиковый. Вот мне перезванивал менеджер, и я попросила вот этот аромат в стеклянном флаконе, потому что мне так захотелось, девочки, хочу в стеклянном флакончике этот аромат. Ну и оплачивать у них можно сразу при оформлении заказа, можно оплатить, а можно при получении. И также при заказе от 3000 на сайте у вас будет доставка бесплатная, при заказе трех флаконов, четвертый будет в подарок, и сейчас еще акция проходит при заказе двух ароматов, третий вам тоже будет в подарок бонусом. Так что обязательно воспользуйтесь, ссылочку на сайт я вам оставлю, но ароматы просто вот, ну я очень рекомендую, они стойкие, реально держатся целый день, классные ароматы, супер бюджетные, потому что вы не переплачиваете за флаконы, красивые флаконы, да, и когда вот, например, нравится просто аромат, то мне все равно в каком флаконе, потому что я ношу именно аромат. В общем, ссылочку на сайт я вам оставлю, обязательно переходите, заказывайте, ну а мы с вами дальше после такой бьюти-нотки будем заниматься домашними делами. Так, ну и начну я, конечно же, со стирки, вот, гладить на самом деле сегодня не буду, потому что у меня мало белья для глажки, поэтому завтра уже буду гладить, вот, ну а сейчас стирку развешиваю, я развешиваю, кстати, люблю очень развешивать белье именно на улице, мне кажется, оно так приятно потом пахнет, единственное, что я никогда не развешиваю зимой, вот, и хотела вам показать, я называю это кариной, и вообще у нас все в Питере называют это кариной, на самом деле мне писали, что это, по-моему, ирга, по-моему, так называется, да, если я не ошибаюсь, обожаю эти ягоды, вот у меня растет деревце такое, и я с огромным удовольствием, так же, как и птички, которые прилетают на наш участок, ем эти ягодки, обожаю их, не знаю, ну, мне лично они очень нравятся, и, кстати, говорят, что они очень-очень полезные, по крайней мере, я так про них читала, единственное, что ничего из них не делаю, никакие заготовки, ничего, просто съедаю нижнюю часть, а верхнюю часть съедают у меня птички, их тут очень большое количество прилетает, вот как раз там наверху, и они все объедают. Тут я показываю, сварила обед, обед, я сварила грибной суп, добавляю туда сливки или плавленый сыр, в данном случае у меня сливки, остатки, вот последняя порция грибов, которые я собирала в прошлом году, сушеных, а это суп для детей, они у меня грибной не едят, здесь немножко макарончиков, картошечка, сосиски добавляю, и также добавила сюда сливки, они у меня очень любят такой суп. В общем, обед приготовила, это лычок из моего огорода, вот так что будем сейчас обедать, вот лук у меня такой хороший в этом году на рост. Дальше, как всегда, легкая уборка, я достаточно часто пылесошу дома, потому что у меня животные, они меня линяют, я не знаю, мне кажется, все лето, вот, ну, по крайней мере, сейчас июль, и до сих пор я их вычесываю, шерсть везде валяется, в общем, у меня даже в доме и проблема не пыли, а именно шерсти, причем, ну, соответственно, так сезонно в линьку, да, когда так-то не так уж и много получается шерсти. В общем, такая легкая уборка, в основном на первом этаже, все пропылесосило, и на этом все, потому что полы мыла я вчера. Также решила пойти собрать, у меня только-только начался, начал поспевать горох, я немножечко тут как раз решила насобирать, не знаю, мальчишки похрустят и так далее. В общем, тут на видео я отрываю руками, на самом деле я обычно это делаю ножницами, потому что руками как-то невозможно это делать. В общем, взяла такую маленькую мисочку, ну, и буквально немножко я соберу. У меня вот здесь вот около теплицы растет горох, и еще растет как бы в огороде я, то есть в разные места сажала, и около теплицы он быстрее поспевает, он раньше зацвел, то есть как-то вот, видимо, здесь более комфортно, может как-то от ветров защищено, ну, получается, да, с одной стороны забор, с другой стороны теплица, и поэтому как-то здесь вообще всем посадкам, которые у меня здесь есть, им всем намного комфортнее. В общем, буду резать ножницами. Также хочу показать, у меня спеет вот такая вот, тыковка, вот такая вот прелестная, вот, там вот еще маленькая, там у меня есть, в общем, тыква, у меня тут тоже хорошо себя чувствует. А эта цветная капуста последняя, я ее передержала, надо было, конечно, пораньше ее срезать, ну, вот такая вот у меня выросла, ну, пораньше надо было срезать, она уже немножко так подвытянулась, и здесь вот капуста, это, кстати, рассаду я покупала в Обе, показывала, по-моему, вам весной, не знаю, может, не показывала, в общем, и капуста тоже у меня тут живет неплохо. Приготовила ужин, не стала снимать, как я готовила, потому что все просто, это куриная печенка, я ее просто обваливаю в муке, и обжариваю с двух сторон, вот под крышечкой, и вот в таком варианте я даже люблю больше, наверное, чем со сметаной печень, да, именно куриную, да, и сделала еще куриные, ну, скажем так, наггетсы, да, просто куриная грудка в панировке, салатик, у меня еще есть греча со вчерашнего дня оставалась, и макароны, поэтому вот такой вот у нас достаточно простой, на мой взгляд, но очень вкусный ужин получается. Но как я готовлю наггетсы, я уже показывала много-много раз, ну и печень, что там, я не знаю, не стала снимать, потому что мне показалось, что это уже неинтересно. Вот, приехал муж у меня с работы, он заезжал в магазин Оби, и наконец-то у меня есть садовый секатор. На самом деле он у меня есть, ну, другой, но он уже весь поломанный, он, получается, не режет ветку, а, знаете, кромсает ее, я бы так это назвала. Я каждый раз, когда ездила в магазин Оби, все время забывала себе покупать, в общем, тут пожаловалась мужу, он мне купил, потому что он же у меня не зависает, как я в отделе цветов, а идет, покупает все, что необходимо, скажем так. И он мне еще, кстати, он зашел все-таки в отдел цветов, принес вот такое растение, ракитник, вот такой, вот он был со скидкой чуть больше 50%, муж сказал, то есть где-то был он 700, по-моему, чем-то рублей стоил, но он такой, он отцвел, это вообще, я почитала, он должен весной цвести, в общем, посажу, я думаю, что нормально будет, должен у меня выжить, тем более, у меня есть такое хорошее, солнечное местечко для него, почитала уже про него, и про уход, и про все остальное, но если вы знаете, может, какие-то особенности данного растения, то обязательно напишите, если он у вас в саду растет, хотя в интернете, в принципе, и все почитала, что он такой достаточно неприхотливый, единственное, что разрастается, разваливается куст такой, получается, большой, но у меня есть местечко, куда его посадить, в общем, притащил мне муж, это я ему сказала, зайди в отдел распродаж, посмотри, может там что-нибудь есть интересное, вот, ну он зашел, я так поняла, первое, что вот нашел, взял и принес мне, вот, ну и конечно же, вечерний полив, у меня, кстати, иногда, вот огурчики, у меня они только-только начинаются, девочки, я еще не собираю свои огурцы, но помидорки уже мы свои ели, поливают у меня, либо я поливаю, либо мне мальчишки мои помогают, ну в общем, по настроению, скажем так, муж тоже может пойти полить мне теплицу, огурот и все остальное, смотрите, у меня тут подружка, ко мне заскочила, у меня на самом деле Джуси, вот эта маленькая собачка, она ловит, не ест, но ловит постоянно лягушек, вот у меня даже есть вот такой вот маленький огурчик, еще представляете, не знаю, что ему не хватает, вот, я и подкармливала, ну в общем, в общем живут, и помидоры, это, кстати, помните, я покупала рассаду помидор, это помидоры хурма, которые, смотрите, какие красавцы, у меня тут живут, вот такие вот у меня помидорчики, я их тут тоже подвязываю и так далее, в общем, в общем, красота, вот видите, уже спеют помидорчики, ну так, по одному, два помидорчика красненьких, мы уже срываем, ну, черри, конечно же, раньше всех начинает спеть, и мы раньше всех собираем, кстати, вот тут покрашку, я еще решила посадить редиску, не знаю, как она мне пойдет, из-за того, что у нас белая ночь, и она чаще всего, если сажаете ее в июне, она идет в ствол, ну, в общем, посмотрим, вроде какой-то у меня сорт, который не должен идти в ствол, не знаю, но взошла, я ее, правда, так, знаете, насыпала, думала, ничего не взойдет, здесь мы уже погуляли с Боной, прогулку я забыла заснять, потому что забыла телефон дома, в общем, сидим тут, наслаждаемся, вечером, вечером, скажем так, вот, ну, и я на сегодня буду с вами прощаться, я надеюсь, что вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным, не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан, вот, кстати, наши белые ночи, да, всех люблю, целую, и до новых встреч!